Сочи-автодром единственная трасса, которая одновременно является городской и стационарной. Она будет работать круглогодично и ежегодно принимать различные соревнования, среди которых и заезды в Формулу-1. Еще в 2010 году был подписан контракт Формулы с Сочи-автодромом на 7 лет. 16-й по счету этап Гран-при России пройдет с 10 по 12 октября. Пилотам Формулы-1 предстоит соревноваться на интересных скоростных и технических участках трассы. Сразу после старта и первого поворота предусмотрена прямая длиной 650 метров, где болиды смогут развить скорость в 320 км в час. Уникальностью трассы является участок после третьего затяжного поворота. Отрицательный уклон позволит достичь скорость в 305 км в час. А испытать высокие тормозные перегрузки пилоты смогут после девятого поворота. Всего большой круг гоночного трека длиной 5 км 800 метров состоит из 18 поворотов разной степени сложности. Эта трасса, утверждают эксперты, сопоставима с лучшими автодромами мира. Я думаю, что трасса в Сочи точно займет достойное место в списке лучших трасс мира, таких как в Бельгии, Монако, Сингапуре и в Абу-Даби. Здесь предусмотрено не только все необходимое для проведения заездов, но и для отдыха зрителей. У вас замечательное наследие, прекрасная инфраструктура, отели, рестораны и культурно-развлекательные мероприятия. Для того, чтобы зрители не пропустили яркие моменты состязания пилотов, проектировщики разработали удобную схему расположения трибун. Главное, состоящее из трех этажей, сможет принять более 8 тысяч человек. Зоной свободного размещения станет стилобат большой ледовой арены, где за гонками смогут наблюдать 7 тысяч зрителей. Еще пять временных трибун предоставят 30 тысяч мест. Причем решение возведения одной из них официально было озвучено промоутерами сегодня. Продажа билетов на трибуну Т-1 уже началась. Билеты на этап королевских гонок можно приобрести только на сайте сочи-автодром.ру. Расположение ее, как и всех остальных, трибун уникально. Можно увидеть старт-финишную прямую, можно увидеть выезды спидлейна, можно увидеть даже частично работу команд в боксах. И, смотря сюда, можно увидеть самые интересные, в том числе и издалека, второй поворот. То есть это уникальная трибуна, объединяющая в себе части плюсов и трибуны Т-2, и главной трибуны. Стоимость трибуны стандартная для временных трибун у нас – 17 тысяч рублей за все три дня. В целом строительство Сочи-автодрома уже подходит к завершению. Уже смонтирован каркас главной трибуны, построены необходимые сооружения. Пит и димбилдинги, медицинские пункты, центр управления гонкой. На некоторых участках трассы начинается заливка последнего слоя дорожного покрытия. Проложены все коммуникации, выполнены все нижние слои оснований и верхний слой оснований асфальтобетонного покрытия. И сегодня мы занимаемся устройством среднего слоя асфальтобетона. В ближайшее время строители приступят к монтажу системы управления гонками, нанесут разметку и завершат установку защитного ограждения. Кстати, что касается безопасности как пилотов, так и зрителей, то трасса соответствует всем требованиям Международной автомобильной федерации. И уже в эту субботу, 28 июня, часть трассы протестируют гонщики национального финала GT Academy Nissan.